еда одно из основных удовольствий в жизни мы не машины мы не просто заправляемся заливаем масло или чинимся от хорошей еды мы испытываем радость с едой связаны многие приятные события в жизни новый год день рождения приезд близких родственников или встречи с друзьями почти всегда это сопровождается застольем которое объединяет всех мы все помним любимую еду из детства вкусные блюда которые удавалось попробовать в отпуске почти у каждого из нас есть любимый ресторан или кафе я простой человек не профессионал никогда не работал поваром но вкусная еда для меня значит очень много именно поэтому я хочу поделиться с вами всем что знаю еще больше узнать сам не бойтесь экспериментировать все гениальные рецепты родились случайно чизкейк нью-йорк с клубникой приветствую друзья как вы думаете три самых популярных десерта заказываемых в ресторанах европы снг сша не буду долго держать интригу это тирамису чизкейк и панакота сегодня хочу приготовить чизкейк видов этого десерта множество один из самых популярных это запеченный чизкейк нью-йорк но запеченный это не значит с хрустящей поджаренной корочкой напротив он всегда будет бледно-желтого цвета на хрустящей подложке из сладкого печенья или песочного теста вообще чизкейк переводится как сырный торт только сыр не то что любит рубродов с колбасой а сыр сливочный нежный и слегка солоноватый его же используют в роллах а часто подаются всякими добавками вроде зелени или паприки самое популярное его название филадельфия это торговая марка как и например пармезан поэтому даже если на упаковке вы не видите надпись филадельфия это совсем не значит что это неправильный сыр для нашего десерта вот наличие именно такого сливочного сыра и характеризует настоящий чизкейк а он уже может быть с любыми фруктовыми соусами карамелью или вообще без ничего и все равно будет очень вкусно если вам в ресторане подают десерт в котором вы явно чувствуете крупицы творога то это не чизкейк а банальная запеканка пусть даже и очень вкусная если это будет больше похоже на суфле или птичье молоко то это не нью-йоркский чизкейк в лучшем случае британский ну или какая-нибудь другая вариация так что хотите настоящий нью-йоркский чизкейк смотрите наш рецепт сегодня я приготовлю чизкейк с клубникой и так нам понадобится печенье 200 грамм это может быть самое обычное самое дешевое печенье я взял печенье школьное сахарная пудра 6 столовых ложек масло сливочное 100 грамм лимон 1 штука ванильный сахар яйцо 4 штуки сливочный сыр 600 грамм в случае если вы собираетесь делать его без фруктового слоя 750 остальные ингредиенты остаются в том же количестве для фруктового слоя нам понадобится 300 грамм замороженной клубники один пакет клубничного желе для начала приступим к изготовлению нашей основы нам нужно растопить 100 граммов сливочного масла это можно сделать в микроволновке я же решил растопить его на плите пока она топится берем печенье измельчаем его максимально мелкую крошку я пользуюсь измельчителем вы можете притереть его на мясорубке или натереть на терке кому как больше нравится но измельчитель конечно быстрее справится этой задачи как только мы все перемололи добавляем в него растопленное сливочное масло и все перемешиваем застилаем дно формы пергаментом смазывать маслом его не надо его достаточно в нашей основе выкладываем в форму и трамбуем стаканом так проще добиться равномерной толщины коржа отправляем корж запекаться в духовку на 10 минут при 190 градусах за это время он станет хрустящим и уже не будет впитывать в себя жидкость из начинки готовим сливочную начинку 4 яйца нужно будет смешать сахарной пудрой и ванилью потом туда добавить 600 граммов сливочного сыра вообще в классическом чизкейке на 4 яйца берется 750 граммов сыра но поскольку у нас еще будет фруктовый слой то пирог могут получиться слишком высоким и я уменьшил количество сыра вкус от этого не изменится обязательно ингредиент это цедра одного лимона снимите и аккуратно если попадет белая часть лимона шкуры то начинка будет горчить все хорошо перемешаем и можно выливать начинку на корж обязательно уменьшите градусов духовке температура должна быть менее 150 градусов в идеале конечно выпекать пирог на водяной бане но я наловчился и так главное не задавать слишком высокую температуру выпекаем пирог 40 минут пока печется наш чизкейк готовим фруктовую начинку для этого берем замороженную клубнику и высыпаем в нее один пакет клубничного желе отправляем все на медленный огонь не дайте начинки кипеть так снижаются жилирующие свойства желатина и вы убьете все полезное что есть клубнике пусть смесь побудет на огне пока клубника не станет мягкой а желатин разойдется подошло время и можно доставать пирог из духовки не совершайте моей ошибки дайте пирогу постоять в духовке еще минут десять при открытой дверце потом достаньте пирог и дайте ему остыть при комнатной температуре я поторопился из горячей духовке отправил чизкейк на холод отчего начинка тресну из-за перепада температуры но на вкус это не повлияло вообще но тем не менее наличие такой трещины говорит нам об ошибке когда пирог остыл заливаем в него фруктовую начинку она должна быть еле-еле теплой для того чтобы красный сок не впитался верхушку пирога и отправляем чизкейк в холодильник до полного застывания фруктового желе как только все застыло можно приступать долгожданной пробе скажу честно дома этот пирог готовил не раз но никогда не готовил его с фруктовой прослойки ох как она удачно сюда вписывается пирог получился очень нежный воздушный кислинка от лубники прекрасно теняет аромат цедры и ванили попробуйте приготовить этот пирог дома ингредиенты вы найдете в каждом магазине а вкус будет особенно приятного аппетита до новых встреч